Всем привет! Давно у меня на канале не было видео, где я бы рассказывала вам о том, что я вообще по этой жизни делаю. Здравствуйте! Короче, сегодня расскажу вам о моих лайфхаках. А вы, если у вас есть какие-то ваши лайфхаки, которые вы реально используете каждый день, напишите об этом в комментариях, потому что это будет очень интересно. В общем, несколько моих самых любимых лайфхаков. В общем, мои самые любимые лайфхаки. Лайфхак номер один. Это просто топовый лайфхак для ваших волос, потому что он их вам спасет. Покупаем обычное кокосовое масло. Вы можете купить специальное кокосовое масло для волос или купить обычное продуктовое кокосовое масло, потому что, по сути, там разница минимальна. И перед сном, каждую ночь наносить себе от середины вашей длины до кончиков это кокосовое масло. Что по итогу у вас получится? Во-первых, когда вы проснетесь и вы мыете голову, ваши волосы будут реально куда более ухоженными, чем были до этого. Это реально очень клевая тема. Во-вторых, ваши волосы приобретут очень приятный тонкий кокосовый аромат. Ну, если, конечно, вы любите кокос, если нет, то вам не понравится. В-третьих, это совершенно натурально и безопасно для ваших волос. Я бы не рекомендовала делать вам это каждую ночь, потому что каждую ночь это слишком большой геморрой по утру оттираться. Но если вы будете делать два раза в неделю, ваши волосы реально скажут вам огромное спасибо, и вы скажете своим волосам огромное спасибо, а еще поблагодарите кокос. Если вы вооружитесь кокосовым маслом и ляжете спать, обязательно на вашу подушку положите какое-то полотенце, потому что иначе подушка ваша будет не подушка, а свинюшка. Ну, как-то так. Это даже не столько будет лайфхак, сколько грустная история, в которой есть очень колкая правда. Чего? Я не люблю сладкое. Чистосердечное признание. Типа, сладкое это вообще не моя еда, я его не люблю, я его не ем, так думала я. Пока недавно не поехала в Германию на рождественскую ярборку. Там везде были шоколадные конфеты, шоколадные киндеры, шоколадные какие-то марципановые штуки, короче, сладкое там ужралось. Человек, который не любит сладкое, слишком много сладкого там сожрал. И что бы вы думали? Прилетела я такая в Россию и а-а-а, поняла, что меня реально тянет на сладкое, что мне нужно сладкое. И я понимаю, что в обычной ситуации я просто мимо прошла этих конфет, а тут вообще нет, не прохожу я мимо. Я беру раз конфетку, два конфетку, три конфетку, и в итоге я реально поняла, что я стала есть в день конфет по 6-10. Это просто дохрена для меня. К сахару, блин, оказывается, очень быстро можно привыкнуть, и это полный отстой, потому что даже если человек, который не любит сладкое, к нему так сильно привыкает, и я прям чувствую, что мой организм нуждается в сладком, это очень-очень нехорошо. Поэтому, к чему я об этом вам говорю? Возможно, если вы постоянно жрете сладкое, у вас это вопрос привычки. Ваш организм привык к тому, что вы получаете эту дозу глюкозы, вместе с ней вы получаете дозу эндорфинов, и он от вас постоянно требует. Так что, давайте вот мы с вами договоримся, если вы реально испытываете проблемы со сладким, если вы понимаете, что они мешают вам нормально жить, конфеты всякие, давайте-ка после этого видео вы постарайтесь отказаться. Хотя бы если вы в день едите там 10 конфет, вы сегодня будете есть 9, а потом 8. Так что, давайте пожелайте мне удачи, я пожелаю удачи вам, и вместе сегодня, короче, и вместе устроим челлендж «Откажись нахрен от сладкого». Любите сладкое? Какой ваш любимый вкус вообще? У меня острый. Если вы спросите, а в чем лайфхак, а я вам отвечу – в яйце. А в чем вы спросите смысл? А я вам скажу – не знаю. Следующий лайфхак имеет небольшую предысторию. На ждество мне подарили электрическую зубную щетку, и это просто разделило мою жизнь на то, что было до и то, что было после, потому что, когда я стала ее использовать, я поняла, что это просто отвал башки. Такая электрическая щетка удаляет больше налета, чем ручная. И в итоге ты получаешь чистые, гладкие зубы, ощущение свежести, и ты понимаешь, что просто зубы у тебя до этого момента никогда такими чистыми, как после использования этой щетки, не были. Я понимаю, как это странно звучит, но это реально так. Такая щетка чистит зубы лучше, потому что щетинки быстро двигаются от десны к краю зуба, совершают правильные выметающие движения, и не простые влево-вправо, как мы обычно чистим зубы ручной щеткой, а именно вот как оно должно быть, как вот стоматолог, что называется, прописал. Моя модель щетки идеально подходит на каждый день, и она безумно хорошо подойдет тем, кто до этого никогда не пользовался электрическими зубными щетками. И что очень-очень круто, у этой щетки есть таймер, и никогда больше вы не будете чистить зубы халтурно. Еще есть специальная насадка InterCare с удлиненными щетинками, которые идеально очищают труднодоступные места. Еще мне очень нравится то, что здесь в комплекте был футляр для путешествий, и щетку просто теперь приятно брать с собой, потому что она у тебя сразу упакована. Ссылку на эту зубную щетку я оставлю вам в описании. А кто хочет просто себе большие, объемные, длинные ресницы, даже если у вас не особо хорошо с этим дела? Что делаем? Покупаем базу под тушь. Они представлены у многих брендов, не у всех, но если придете в магазин и спросите, есть у вас база под тушь, вам скорее скажут, что есть, и что-то да предложат. Эта база под тушь наносится, соответственно, до того, как вы наносите тушь. Выглядит она как самая обычная тушь, и вы просто начинаете красить ваши ресницы с того, что наносите эту тушь. Эта тушь увеличивает в два, а то и в три раза эффекты от вашей обычной уже потом черной или зеленой или красной туши, которую вы обычно используете. Так что это мой лайфхак, которым я пользуюсь постоянно. Следующий лайфхак, который просто спас меня от водного дисбаланса, или как это правильно называется, дегеродролизации и прочие умные слова. Я целыми днями и ночами пью только одно единственное кофе, и в какой-то момент я просто поняла, что я не пью воду вообще. Потребность в кофе и в чай у меня огромная. Несмотря на то, что я выпиваю в день формально очень много жидкости, воды из них я не выпивала вообще ни хрена. Моя кофе, мое тело, да, моя кофе, мое тело, просто лучше я не скажу. Я не могу отучить себя пить кофе меньше или пить чай меньше, я просто это пью, по-другому не могу. Но сейчас я сама с собой договорилась, что каждый раз, когда я хочу выпить кофе или хочу выпить чай или какой-то другой напиток, перед этим я должна выпить стакан воды. И теперь каждый раз, когда я иду себе заваривать кофе, до этого я просто спокойно подхожу к кулеру, наливаю себе водичку и ее пью. И таким образом я решила свою проблему. Во-первых, я привыкла пить воду, и теперь мне это нравится, и даже каждый раз, когда я куда-то еду, наливаю себе бутылочку водички и беру ее с собой. Например, если я долго еду на такси или если я долго еду на машине, даже если я долго еду на метро, вода улучшила качество моей кожи, и я это заметила. И, в принципе, я стала себя чувствовать как-то более свободно, более бодро, не знаю, как выразиться, короче, вода тащит. Все вот эти вот советы, типа, купи себе красивую баночку, красивую бутылочку. Все это ерунда. Проверено на себе в далекой перспективе, не в течение первых двух-три дней. Реально работает только убеждение себя, что если ты хочешь что-то вкусное там формально получить, сначала выпей-ка водички. Вот. Человек, говорят, который воду просто не любил, не любил настолько, что я реально не понимала, как люди могут пить воду, зачем они это делают. Теперь понимаю. Следующий лайфхак выглядит вот так. Если вы только что не увидели, что произошло, я покажу вам поближе. Это вот такие вот духи в жесткой упаковке. Это чисто корейская приблуда. Мне очень нравится, потому что духи в такой форме безумно удобно, во-первых, наносить, во-вторых, таскать с собой. Вам не приходится тасить с собой эту стеклянную фигню, которая может в любой момент пролиться. Выглядит как тюбик зубной пасты или как краски, как вам больше нравится. Носите с собой, когда нужно, просто берете, наносите себе на какие-то ваши зоны, растираете, и ваши духи с вами навсегда. Очень удобно, мне безумно нравится. И вообще я не понимаю, почему люди до сих пор не перешли массово вот на эти штуки, потому что это самая реально удобная фигня в мире. Говорю удобные штуки, а потом называю их фигней. В этом кто? А в этом вся я. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Сейчас я очень активно выкладываю туда всевозможные видео и сториз, и делаю очень интересный контент, потому что я безумно сильно над ним стараюсь. И я буду очень рада, если вы на меня подпишетесь, включите удавление в инстаграме о том, что вы подписались, потому что иначе инстаграм не факт, что вам вообще будет показывать мои посты. А вы такие потом в один момент, через несколько месяцев зайдете и подумаете, это вообще, блин, кто? В инстаграме подписку надо оформить через колокольчик. Я не знаю, почему я говорю сейчас так, как будто я шансон-певец. Мы выпьем за любовь. Я не знаю, как вы относитесь к зиме, и самым главным образом я не знаю, как относится к зиме ваш организм, ваше тело, ваши глаза. У меня с глазами огромные проблемы, потому что лазерная коррекция зрения дает о себе знать. В общем-то, я не знаю, какие у вас основные проблемы, но моя основная проблема зимой это не сухость кожи, не сухость чего-то там еще. Моя основная проблема зимой, когда включают отопление, это не сухость кожи, это сухость моих глаз. Я по утрам очень тяжело просыпаюсь, не потому что я не бодрая, а потому что я просто не могу продрать глаза. У меня они как будто слипаются, и это полный отстой. У меня просто адский сушняк в глазах. Я никак не могла решить эту проблему не всякими там искусственными слезами, увлажнителями для глаз, пока не купила себе увлажнитель для воздуха. Увлажнитель для воздуха реально меня спас. Это штука, благодаря которой я начала просыпаться раньше. Я понимаю, насколько тупо это звучит. Я очень рекомендую, если у вас тоже есть какие-то проблемы с сухостью кожи, или сухостью ваших глаз, или чем-то там еще, что вы чувствуете себя некомфортно в вашем же пространстве в какой-то сезон, просто купите увлажнитель. Он вам никак не будет мешать в вашей жизни, и пусть он увлажняет ваш воздух, и вам будет хорошо. Ну что, вот такая вот подборка у меня получилась. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и было полезным. Обязательно ставьте лайк. Ну а если вы хотите поставить дизлайк, то поставьте дизлайк. Напишите мне, пожалуйста, в комментах, почему вам это видео не понравится. Я приму к сведению ваши замечания и постараюсь их исправить. Мне будет тоже очень интересно. Что ж, и на этом всех люблю, всех целую, и всем пока-пока. До новых встреч. У меня кот вечно делает какую-то хреньку. Ай, моя нога! Сука! Мой бандаж замечательный на ноге. Вы еще видели таких блогеров, которые просто сычут ногу в камеру, не руку, а ногу? Вот еще раз посмотрите. Вот так же выглядит моя несчастная нога. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!